Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Сейчас мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» познакомят вас с новостями нашего региона. Смотрите в этом выпуске. День Крещения Руси, как православные отмечают праздник. Тепло в каждый дом. В городе идет подготовка к отопительному сезону. Высокие планки, урожай не ниже уровня прошлого года, ожидают собрать рязанские аграрии. Лето уже перевалило за экватор, и многие горожане понимают, что рано или поздно все-таки наступит осень. Уже сейчас полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Для того, чтобы тепло пришло в дома рязанцев вовремя и функционировало без перебоя, работы проводится много. Это проверка тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, котельных, внутридомовых, инженерных коммуникаций. Подробнее обо всем в материале Оксаны Тебенихиной. План подготовки к предстоящему отопительному сезону был утвержден администрацией города еще в ноябре прошлого года. Объем работы очень большой. В данный момент МУПР МПТС обслуживает 73 котельных, 124 центральных тепловых пункта, 11 повысительных напорных станций. На балансе предприятия находится 800 километров внутри квартальных тепловых сетей и 260 километров магистральных теплосетей, которые были переданы от УАО «Куадро» еще в 2013 году. Фактически подготовка в связи с таким большим объемом началась в феврале текущего года. Начали мы с ремонта текущего и профилактического водоподогревателя на центральных тепловых пунктах, потому что в отопительный сезон отопление, сами понимаете, отключать нельзя. Основная подготовка началась сразу на следующий день после окончания отопительного сезона, то есть 23 апреля 2016 года. Первичная подготовка подразумевает проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, профилактический текущий ремонт котельных центральных тепловых пунктов, капитальный и текущий ремонт теплосетей. Цифры все не секретные. Еженедельно мы отчитываемся перед администрацией города. Информацию можете получить в пресс-центре администрации по всем видам работ, по всем планам, насколько выполняется и где какие задержки происходят. На данный момент подготовка идет в соответствии с планом. Больше 70% работ уже выполнено, то есть можно быть уверенными, что к 15 сентября все работы будут завершены и отопительный сезон начнется вовремя. Сегодня православный мир отмечает День Крещения Руси. Этот праздник является достаточно значимым для тех людей, которые объединены одной верой. Они стараются провести время в церкви и принять участие в крестном ходе, тем самым стать еще ближе друг к другу и к духовному просветлению. В православном церковном календаре эта дата, по старому стилю 15 июля, День памяти великого равнопостольного князя Владимира, крестителя Руси в народе, прозванного Владимиром Красное Солнышко. Существует поверье, в котором рассказывается о том, как решил Владимир выбрать для русского народа подходящую веру. Киевская Русь в то время нуждалась в объединении сил против внешних врагов и укреплении взаимодействия разрозненных русских племен внутри государства. Князь Владимир был мудрым и грамотным политиком. Выбрав христианскую веру, которую проповедовала Византия, он смог поднять авторитет Киева и укрепить связи с одним из самых мощных государств того времени. Историческое значение момента крещения Руси невозможно недооценить, поскольку это рубеж, после которого началось формирование русского государства и государственности. Это момент, после которого началось развитие русской цивилизации такой, какую мы сейчас ее знаем. Конечно, чтобы вполне оценить действие, воздействие христианства на Русь, на русских людей, мы должны немного углубиться в историю, потому что за долгие годы без Божия мы многое утратили из того наследия, которое христианство формировало века на этой земле. Но, к счастью, сейчас некоторые возрождения мы наблюдаем, может быть, не в полной мере, но это постепенное возвращение к тем истокам, которыми всегда жил русский человек. Праздник отмечается по всей России, и мы поздравляем рязанцев с этим светлым днем. Добра вам и мира! В Рязанской области стартовала уборочная кампания зерновых. Традиционные работы начали с южных районов. Погода позволяет вывести технику в поля, и прогноз на урожай зерновых уже сделан. Сколько тысяч тонн предполагается собрать в этом году, узнала Алена Куколева. Рекордов не ждут, но планку поставили высокую. Агрария зависит от природы. Май и июнь, например, дождями не баловали. Сейчас погода подходящая для уборки, но завтра все может измениться. В Рязанском районе, в селе Якимовка, идет работа по уборке озимой пшеницы. Аграрии говорят, что пока погода благоприятствует. Техника с полей не уйдет даже ночью. Погодные условия очень мешают. Мы уже собирались выйти полторы недели назад в поле, но дождик каждый день. Вот, слава богу, второй день нет дождя. Пока еще про урожай сказать сложно, потому что оно все еще в поле. Будем довольны, когда все уберем. А так урожай, в принципе, наглядно должен быть лучше, чем в прошлом году. Уже за первые дни уборочной урожайность больше 40 тонн с гектара. И это только одно фермерское хозяйство этого района. На полях работают с раннего утра и до поздней ночи. Убирают, закладывают семенной фонд озимых и проверяют качество продукта. Руководитель фермерского хозяйства Владимир Пашенков говорит, что вчера делали пробный выезд. Проверили все портативным влагомером. Затем проверили в контрольной семенной лаборатории. По технологии определения влажности показало 12,5. Кадров там, конечно, не хватает. В свое время люди ушли в город и тяжело они оттуда возвращаются. Те люди, которые попробовали два выходных и нормированный рабочий день, в сельскохозяйстве идут тяжело. Но сейчас кризис, работы в городе нет, поэтому люди идут с города к нам. Всего в хозяйстве урожай соберут с почти 4 тысячи гектаров. И это не только озимые. Они открывают уборочную. Уже со дня на день перейдут на уборку гороха, чтобы стручок не успел растрескаться. С августа начнут собирать яровые. Ну а закрывать летний сезон будет кукуруза. К другим темам. Двоим жителям города Сасово, которые до смерти избили пенсионерку в День защитника Отечества, теперь будет вынесен приговор. Ситуация произошла еще в 2009 году. Тогда молодые люди решили найти себе денег для вечернего отдыха. И им пришло в голову ограбить пенсионерку. Но ситуация завершилась не так, как они ожидали. Подозреваемые в смерти женщины были найдены только в прошлом году. И на сегодняшний момент собранных доказательств оказалось достаточно для того, чтобы это дело было передано в суд для законного решения вопроса. Двое молодых людей признаны виновными в совершении разбойного нападения и убийства. Преступление было совершено 22 февраля 2009 года. Следствием у судом установлено, что вечером того дня четверо ранее знакомых жителей города Сасово распивали спиртные напитки в подъезде одного из домов. Затем, прогуливаясь по улицам города, молодые люди решили сходить в ночной клуб. При этом денег ни у кого из компании не было. Тогда один из них, предполагая, что у его знакомой дома может находиться значительная денежная сумма, предложил совершить их хищение. На данное предложение двое ответили отказом. А еще один согласился принять участие в опасной авантюре, проникнув в дом к одинокой престарелой женщине. Реализуя задуманное, Анашкин и Трушин в ночь на 23 февраля 2009 года через разбитое окно незаконно проникли в террасу, а затем в дом к 82-летней женщине. Обнаружив посторонних, хозяйка потребовала покинуть ее дом. Однако злоумышленники не отказались от задумыва и, сознавая, что их действия теперь уже приобрели открытый характер, напали на престарелую женщину. Требуя отдать им деньги, преступники нанесли потерпевшей множество ударов ногами, а также обнаруженные в доме деревянной палкой и предметами стеклянной посуды. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в феврале 2015 года подозреваемые в его совершении были установлены и задержаны. Евгению Анашкину назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев, Алексею Трушину 11 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Из-за действий строителей в Рязани под угрозой исчезновения популярной родники. Качество водоснабжения некоторых районов города также может резко ухудшиться совсем скоро. Недавно мы снимали сюжет, в котором жители района Дашково-Песочня рассказывали о строительстве ливневого стока в овраг, где бьют популярные у горожан родники. Проложена канализация, где будут сливаться ливневые и канализационные воды в овраг, где мы питаемся все три товарищества СНТ Тепличный, Людмила и Овощевод. Питаемся все этой питьевой водой. Другой альтернативы питьевой воды у нас нет. Теперь вот началась у нас стройка. Началось с того, что вот здесь начался весь грунт, который идет со стройки. Начали сюда вот у нас все затаскивать. Вот видите, весь лес порубили. Участки вот здесь вот начали точно так же рубить. А теперь уже ливневку пустили. Вот вы видите, это ливневая канализация. А что такое ливневая канализация? Это вся вот эта вода, которой грязь, она будет поступать у нас вот в наш овраг. И вся Дашково-Песочня, и даже я знаю, многие люди приезжают на автобусах, и за этой водичкой. Водичкой необыкновенной у нас даже брали анализ. Вот какой-то у нас депутат был хороший, он у нас брал анализ воды. Там даже серебро обнаружили. В общем, вода прекрасная. И если, конечно, вот это все чудо у нас отнимут, мы просто не знаем, как мы будем выживать. О том, что здесь ведутся работы, люди узнали, когда и днем, и ночью стали слышать шум работы трактора. Буквально за несколько дней труба для будущего слива оказалась под землей. Эти люди, дачники и местные жители, написали письма и собирают подписи в администрацию города, региональный Росприроднадзор и Управление по общественному порядку безопасности. Вот как пояснили строительство коллектора в управлении благоустройства города. При строительстве многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями в том же микрорайоне Управлением благоустройства города с 2014 по 2016 год застройщикам были выданы технические условия на отвод поверхностных вод с территории объектов. Сброс дождевых вод с застроенной площади и площади перспективной застройки осуществляется с кровли зданий, асфальтобетонных покрытий дороги и проездов, а также газонов. Транспортировка очищенных вод осуществляется по закрытому коллектору. Техническими условиями предусмотрен отвод поверхностных вод с отведенной территорией, с закрытыми водостоками, с устройством дождеприемных колодцев. Очистка производится через фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой к границах правообладателя земельного участка. Выпуск очищенных вод предусмотрен в транспортирующий коллектор ливневной канализации ДПР-77А. В настоящее время строительство ливневого коллектора находится в стадии завершения. На данный момент строительство продолжается. Коллектор почти полностью готов к использованию. В ближайшие выходные Рязань будет праздновать День города. Мероприятия по этому поводу охватывают различные сферы. Не все будет завязано только на концертах, салютах, танцах и лазерных шоу. Это ведь праздник не только для людей, но и для самого города. Поэтому в эти дни ведется большая подготовка для его украшения, улучшения. Одним из лучших подарков для города может стать его внешний вид. Как идет подготовка в этой сфере узнала наша съемочная группа. Городские власти активно готовят облик Рязани к торжествам, которые состоятся уже в эти выходные. Фасады зданий на Первомайском проспекте покрашены, бордюры побелены, фонтаны вычищены. В рамках подготовки к празднованию Дню города силами Дирекции благоустройства города проводятся работы по санитарной уборке города. Подметание и мытье проезжей части, тротуаров, мытье колеса отбойного бруса, бордюрного камня. Также уборка площадей в тех местах, где будут проходить празднования. Но жителям особенной радости такие перемены не приносят. Все чаще в нашу телекомпанию поступают звонки от рязанцев, которые бьют тревогу. На улицах, прямо под окнами, во дворах вырубают кусты и деревья, ничего не предлагая взамен. Так случилось на улице Солковского. Была замечательная береза с толстым стволом, абсолютно никому не мешавшая. Почему вот это случилось? Никакие органы не в курсе вот таких вот действий. Ни префектура, ни прокуратура, ни наша ЖЭУ, ни инспекции по благоустройству. Что это такое творится? У нас теперь можно делать вообще бездействие? Бездействие будет полное. Что самое удивительное, управляющая компания не в курсе, кто мог вырубить дерево. То есть исполнителей этого варварского, по мнению жильцов, акта найти не представляется возможным. Эта береза вообще, она мне знакома с тех пор, как я вот здесь поселился, это 77-й год. Вот она росла и выросла выше крыши. Она давала тень вот этим всем нашим жильцам и в этом подъезде, и в том подъезде, и на втором, на третьем, на четвертом этаже. И она, в общем-то, для души была приятным растением, она очень радовала людей. Но дело сейчас, конечно, не в лирических сентиментах, а дело в том, что уже луна кипела. Остатки тенистого дерева вот уже две недели лежат во дворе. Тот, кто срубил березу, убирать, похоже, не намерен. Как и заменять погибшее дерево новым. Вы довольны, насколько зеленый наш город? Довольны. В Москве сейчас осуществляет программа высадить миллион деревьев. У нас тоже бы не мешало такую программу провести, хотя бы не миллион, хотя бы 500 деревьев. Мне, конечно, надо все-таки немножко подредактировать дороги, чтобы лучше были, почище, чтобы было. А так, в принципе, нормально. Ну, на центральных улицах все хорошо. Мне тоже нормально. То есть, трензий никаких не имеете? Ну, нет. Все устраивает. Мусора много? Да, мусор убирали. Ну, а кто в этом не нравится? Сами мы, да, сами. Это все новости, которые мы приготовили для вас на сегодня. Мы будем и дальше следить за развитием событий, чтобы вы оставались в курсе происходящего в нашем городе. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения, успешной работы и приятного летнего отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин